Следующий мощный механизм и метод строк, который мы рассматриваем, это форматирование. Представьте, что у вас свадьба, и вы хотите разослать приглашение своим гостям. В идеальном мире у вас гостей не так много, и вы знаете каждого из них лично, поэтому вам не составит труда написать каждому из них пригласительное письмо и отправить его, например, по почте. Однако, если гостей много, данная процедура становится достаточно затруднительной. Вероятнее всего, вы создаете один шаблон, где вы сможете указать имя вашего гостя, и затем вы сможете любым из доступных вам способов отправить это письмо Андрею Сату. Именно процесс подстановки какого-то конкретного значения, достаточно общий шаблон, мы и будем называть форматированием. Мы можем сказать, что Лондон является столицей Великобритании, однако такая фраза является достаточно общей, потому что это верно для многих пар столицы и государства. Мы можем сказать, что Вадуц является столицей Лихтенштейн, а Белгород является столицей Сербии. Поэтому из данной фразы мы можем сделать шаблон, куда мы затем будем поставлять значение столица и название государства. Вот наша общая фраза, что Лондон является столицей Великобритании. Мы хотим объявить шаблон. Мы будем объявлять шаблон следующим образом. В то место, когда мы хотим что-либо подставить, мы будем ставить пару фигурных открывающей и закрывающей скобки, в нашем случае вместо Лондона и вместо Великобритании. Чтобы нашу строку преобразовать, давайте использовать метод format. Он подставит значения, которые мы передали в качестве аргументов, на те позиции, которые мы указали. В нашем случае мы будем передавать по два аргумента, Лондон и Великобритания, и в Адуцельхтенштейн. Когда мы данный код исполним, мы увидим две строки, в которых столица и государство находятся на своих местах. Давайте откроем документацию функции format, и мы увидим, какие аргументы она принимает. Она принимает неограниченное число позиционных аргументов и неограниченное число аргументов, которые мы можем передать по имени. Это одна из основных механик, которые мы на самом деле можем использовать. В общем случае, если мы не указываем ничего дополнительного в фигурных скобках, то он просто будет перебирать по порядку те аргументы, которые мы передали внутри функции format. Однако мы можем даже явно указать порядок. Мы можем, например, сказать, что поставь сначала государство, а затем на самом деле город, который мы передали. То есть используя первый аргумент, который мы передали внутри вызова метода format, а затем нулевой, тогда когда мы исполним данный код, у нас на первой позиции окажется государство. А на второй позиции у нас окажется город. Однако, если, как я и сказал, мы ничего не используем внутри фигурных скобок, то мы будем по порядку перебирать позиционные аргументы, которые мы внутри него передали. В нашем случае мы сначала передали столицу, затем передали государство, поэтому мы их выведем в таком порядке. Также для форматирования можем использовать и именованные аргументы. Можем сказать, что если мы передаем именованный аргумент capital, то есть столица, и именованный аргумент country, то есть государство, то подставь их ровно на те места, на которые мы указали. Тогда мы можем передать их в любом порядке. Можем передать сначала столицу Лондон, затем государство Великобритания, и, допустим, передать государство Лихтенштейн, затем столицу Вадуц. Мы исполним данный код, и все в действительности станет на свои места. Но мы можем сделать и того круче. Благодаря форматированию в языке Python мы можем также обращаться к атрибутам объектов, которые мы передали. В данном случае мы хотим передавать респонс внутри нашего шаблона и говорить, что мы получили ответ от адреса, который мы достанем с помощью атрибута URL, с таким-то статус-кодом, который мы также достанем с помощью атрибута. Когда мы исполним данный код, мы увидим строковое представление двух наших запросов. Мы получили ответ от страницы docs.python.org со статус-кодом 200, потому что данная страница существует и она доступна. И также мы получили второй ответ со страницы, которая не существует, поэтому статус-код 404. Более того, мы можем использовать метод формата и указать специальным синтаксисом, что нас интересуют только три знака после запятой в нашем числе. Тогда, когда мы будем брать случайное число из диапазона 0,1, то мы действительно округлим восточностью трех знаков после запятой. В рамках данного шага я размотрел лишь часть синтаксиса, которую мы можем использовать для форматирования благодаря методу формат. Например, наподобие того, как мы получали атрибуты внутри нашего шаблона, мы можем получать также элементы списка или значения словаря. Вообще, в синтаксисе форматирования языка Python для наших строк очень много фишек, которые можно использовать. В данном уроке я рассмотрел лишь часть функций и методов стандартной библиотеки, связанных с классом STR. Моя мотивация заключалась в том, чтобы показать вам, что стандартная библиотека языка Python достаточно большая, и она содержит в себе решение уже тех задач, которые часто ставятся перед программистами каждый день. Поэтому, если перед вами стоит какая-то задача, пожалуйста, сначала сходите и проверьте стандартную библиотеку. Вдруг данную задачу за вас уже кто-то решил.